Сегодня казахстанцы пережили очередные финансовые потрясения. Слухи о закрытии сразу трех банков страны заставили вкладчиков отправиться в отделение. Клиенты массово закрывали счета и забирали сбережения в банках Каспий, Альянс и Центр Кредит. Как выяснилось позже, ажиотажу немало поспособствовали интернет-пользователи, активно распространявшие непроверенную информацию. Ко всему прочему, на мобильные телефоны граждан были разосланы смс-сообщения аналогичного содержания. Кому это выгодно и что происходит на самом деле, попытался выяснить у банкиров Антон Киселев. Такой ажиотаж сегодня царил в одном из столичных филиалов Каспий-банка. Слухи о возможном банкротстве, отзыве лицензии дошли не только до его вкладчиков, но и клиентов еще двух банков страны – Центр Кредита и Альянса. Тревожные сообщения мгновенно распространились в социальных сетях и по мобильной связи. Особо доверчивые граждане сразу бросились спасать сбережения и штурмовать отделение банков. Немного погодя на официальной странице Фейсбуке, Каспий-банк разместил объявление за поимку провокаторов вознаграждения в 100 миллионов тенге. Каспий-банк объявляет награду в 100 миллионов тенге за выявление инициаторов провокационной и лживой СМС-рассылки. Мы самый большой розничный банк страны, и у каждой успешной компании всегда появляются люди, которые хотят каким-то образом ей навредить. Следовательно, ситуация, с которой мы сейчас сталкиваемся, это целенаправленные действия каких-то людей, которые хотят получить провокацию и какое-то внимание. И мы очень надеемся, что правоохранительные органы нам помогут найти инициаторов этой СМС-рассылки. Альянсбанк утренние новости также потрясли. Однако работа в банке идет в штатном режиме. Вкладчики, желающие снять свои средства со счетов, получают их незамедлительно. До 3 миллионов тенге мы выдаем в режиме онлайн. Работают у нас операционные кассы без обеда. Мы работаем в стандартном режиме с точки зрения режима работы. В банке «Центр кредит» утверждает, что возникшая ситуация для них не нова. Первые сообщения об отзыве лицензии появились еще в день девальвации. Более того, распространители слухов уже нашли и даже передали дело в суд. Сегодняшние события большого ажиотажа не создали. Однако клиентов поволноваться заставили. Понятно, что было выбрано вот это удачное время. То есть тот, кто это делал, конечно, он или очень хорошо просчитывал эту ситуацию, или не осознавал то, что делает. Поиском распространителей дезинформации уже занимаются правоохранительные органы. Руководство всех трех банков надеется, что злоумышленники будут наказаны по всей строгости. Ведь дело не только в том, что банки понесли убытки. Кто-то таким образом попытался дестабилизировать всю финансовую систему страны. Но несмотря на это, в банках утверждают, что поводов для беспокойства, как и речи об отзыве лицензии, нет. Антон Киселев, Думан Сулейменов, Информбюро, 31 канал.